Золотая осень на дворе, а для этой территории каждый сезон года золотой. Здесь добывают благородный металл. Уже полтора века из нетры южноуральской земли умельцы извлекают дорогостоящие граммы. Кризис не отменил добычи. Груженные рудой белазы беспрестанно поднимаются из карьера. Не останавливается работа и под землей. Определить на вид искомый металл несложно. Его выдает благородный блеск. Впрочем, это еще даже не золото, а кварцевая порода. Именно из нее на фабрике извлекают драгоценные граммы. Их содержание в сырье ничтожно мало. Так, например, металла, полученного из целой вагонетки, хватит всего на пару сережек. Впрочем, до ювелирных украшений еще далеко. Выплавка – финальный этап добычи. Но это пока лишь сплав с серебром. Слитки отправят на другой завод. Именно там из них и получат чистое золото. Мастера уже давно сбились со счета, сколько граммов драгоценного металла прошло через их руки. А сколько всего ювелирных изделий можно было изготовить из добытого на фабрике золота? Ну, скорее всего, вся Россия бы давно ходила во всем золото. И таких слитков будет еще много. В кризис цена на металл только подскочила. Работы у добытчиков прибавятся. Сокращать мы не сокращали. Мы, наоборот, увеличиваем на сегодня численность. Мы ведем обучение. Если взять цифры, это порядка. Более 300 человек мы обучили в этом году и создали новые места. У нас идет активный рост золотодобычи. В планах, как на предприятии, так и в области, перейти рубеж 5 тонн добычи золота. Вместе с ценами на драгоценный металл растет и уверенность золотодобытчиков в завтрашнем дне. В кризисные времена мягкий по своим свойствам металл проявляет небывалую стойкость.